Девушки отдыхают По-моему так, да И мы остановились на том моменте, что начался новый день И до этого было им, эм, определённо весело У кого-то не очень хорошо получилось подкатывать яйца Кто-то постоянно спотыкался и падал Кто-то не смог помыться там, где нужно А сегодня, мне кажется, будут не менее весёлые приключения Поэтому начнём мы с траурного молчания И почему я сегодня проснулся раньше будильника? Наверное, всё из-за жары, уже захвативший номер Или всё ещё из-за непривычки к окружению Как бы то ни было, сон уже практически сняло О! Всё ещё полусонная, наворочается, неуклюже пытаясь дотянуться до будильника Очень мило Оп, отключила Доброе утро, козаки Доброе утро От звона будильника мне удалось проснуться окончательно Кстати, я могу первым сейчас принять ванну? Ааа, сколько будет угодно Как это? Ааа, сампай, пожалуйста, подожди Я сейчас буду переодеваться Пожалуйста, смотри внимательно Ой-ой, перестань раздеваться Открой уже глаза Ай! Сампай, раздевай! Надеюсь, она простит меня за этот челчок в лоб И в самом деле, она всё ещё не проснулась Неужели эта ситуация будет повторяться каждое утро? Ааа, Сатара-кун пришёл Мда, после завтрака Нагиса-сан сказала мне, чтобы я пришёл помогать здесь Мм, ты меня очень выручишь Сегодня мы будем носить много еды Замороженную еду в железной упаковке, напитки и всё это в больших картонных коробках Ааа, вот оно, что имелось в виду под работой с тяжестями Я думаю, это непростая работа для девушки Ничего удивительного, что я был направлен сюда Обычно мы здесь вдвоём только с Шиша Но сегодня втроём дело пойдёт ещё веселее Шиша? Да, Йехи Шиша Это человек, который привозит еду Ааа, любопытно, что из себя представляет этот Шиша Шиша замечательный человек Сильный, с конским хвостиком Понь-понь Я не особо понял, что это значит Тем не менее, значит нас будет трое Да, верно Из того, что я понял, это должна быть девушка Убирая сильные из перечисления, конский хвостик может относиться только к девушке Наверное По крайней мере, по всей прочей логике, о других мужчинах мне не упоминали О, вот мы её и дождались Утро доброе Доброе утро, Санга И сегодня ты всё ещё такая маленькая и милая Шишу, а ты у меня как всегда большая и сильная Окей, окей, разобрались Ладно, пора приступать Ох, и тут наши с ней глаза пересеклись Эта девушка непременно А, эм... Ты кто? Это Сатара-кун, наш новый работник Очень приятно Ха, парень? Да, биологически выходит так Как так? Кто знает Учёный мир решил так, потому что... Не об этом я Что вообще здесь делает парень? А, меня попросила Нагиса-сан Подожди Ты сказал Нагиса-сан? Да, именно Что-то не так Ты называешь её по имени Не по фамилии? Не сильно ли это фамильярно? Нет, ничего такого Она сама попросила меня так её называть Какое ты имеешь отношение к Оны-сан? Оны-сан? Как-то быстро у неё происходят перепады в настроении Яхи-шиша имеет в виду Не любишь ли ты нашего менеджера-сан? Подона-сан Шиша как раз и имеет её в виду Понятно Вот отчего такая реакция Даже я никогда не называла её по имени А какой-то парень, что приехал только вчера Уже называет Так мне совсем нельзя? Не нужно даже это спрашивать Конечно нельзя А почему? Почему, говоришь? А почему ты её так называешь? Эм... Да я и сам, если честно, не знаю Ах, шиша! Я видел, что девушка была очень встревожена Однако совсем не понимала этому причину Хэ Ладно уж Коля, ты здесь новенький На сегодня я тебя прощаю Это очень мило с вашей стороны В следующий раз, когда я увижу сону-сан Я всё тщательно проверю А, Нагиса-сан сказала, что её сегодня не будет Поэтому я не только буду помогать в разгрузке Но и в сверке Не будет? Сону-сан не будет? У неё были другие дела Поэтому она доверила это мне Давай теперь сотрудничать вместе Я совсем её не понимаю Эту девушку И хотя она пытается выразить злость У неё это так себе получается Да и саму причину злости на меня Я всё ещё не до конца понимаю Похоже, ей не нравилось Что я говорил о Нагисе-сан И что я называл её Нагисой-сан Так, слушай, ты Ты не думаешь, что сможешь вторгнуться Между мной и он и сан? Нет-нет, я ничего такого делать и не собирался Проси всё, что хочешь Деньги, еду Эм, даже деньги можно просить? Говори, куда отправить деньги? Мальдивы? Ты держишь её в качестве заложника? Да нет, ничего подобного Этот мой самый счастливый момент на неделе Он... Я... Ты пропала Да, точно Я больше никогда не увижу она сама! Она расплакалась И это всё из-за меня? Вряд ли Займусь уже делом Ох, на этом должно быть всё Давай начнём сперва с замороженной еды Пожалуйста, посчитай её Да, давай Эм... Раз, два, три Да, окей Тогда теперь её нужно передать шеф-повару Холодильник имеется только на кухне А, подожди Коробки очень тяжёлые Дай я тебе помогу Лучше... Эм... Начать проверять остальные коробки Коля, так хорошо Я скоро с этим закончу и помогу тебе Несмотря на то, что еду завозили всего раз в неделю Её было неожиданно немного Оказалось, что и подсчитывать тут особо нечего Я слышал, что здесь ловят рыбу Может быть, это всему причина В таком случае Иметь много запасов действительно нет какой-то необходимости Так, проверку я завершил Проверять было особо-то и нечего Поэтому с этой работой я справился быстро И всё же это загадка Попробую выяснить этот вопрос на следующей неделе Это скорее не проблема, а так Действительно, просто загадка Она сама Девушка всё ещё в слезах Как-то неловко я при этом себя чувствую Эм... Может, я лучше позову Наги, Сусан? Не пытайся меня успокоить Попробуй, что я и забью тебя до смерти Собственно, ничего подобного Чтобы так... Чтобы мою жизнь испортил какой-то случайный проходимец И ты... И ты разлучаешь меня И он и сама Я говорю, это какое-то недопонимание Если это так, то у меня остаётся только один выход Один? На тебя... На тебя я наклещу такую порчу От которой ты никогда не сможешь избавиться Чего? Я совсем не понимаю ничего Однако это проклятие звучит как-то неприятно Однако это её странная поза Однозначно означает агрессию Не думай, что ты победил! Ой... Убежала И всё же не переставая плакать Сегодня у меня одни сплошные недопонимания с этой девушкой Я отдала всё шеф-по... Ты пропала у меня Она, плача, куда-то убежала Ай-яй Она больно задета То есть всё из-за меня? Да нет Я не думаю, что ты в чём-то виноват Шиши обычно всё преувеличивает Вот оно как Санга-чан, несмотря на её детский вид, гораздо больше понимала происходящее Но даже несмотря на её слова, я себя всё равно чувствовал здесь виноватым Так, а теперь у нас какая работа будет? Мне сказали, что после того, как разберёмся с этой, дальше спросить у тебя Эм... Обычно после разгрузки мы относим коробки на склад Что ж, давай начнём А со следующего раза я могу отвозить их уже один А, Сатаракун! Ты такой усердный работник! Наверное, просто я так серьёзно отношусь к делу И я тоже серьёзно! Я каждый день стараюсь изо всех сил, наверное Конечно, ещё как Я видел, как ты работаешь Разумеется, это никакая не лесть Всё так, как и видится на самом деле Мне никак не хочется ей уступать Поэтому придётся стараться как следует Сейчас мы отвезём продукты на склад Потом приберёмся здесь, а затем уже будет обед Понятно Давай скорее приступать Давай! Так, всё утро я помогал Санго-чан Какие же задачи у меня теперь? Нагиса-сан указала, чтобы я пока помогал в работе другим людям Только вот Только вот я ещё совсем не знаю, кто обычно ответственен за что Я думаю, лучше всего будет, чтобы я уточнил это у Нагиса-сан В самом деле, кто кроме неё будет знать это лучше? Эм, эм Ну, смысла у козыки спрашивать нет Она сама-то ни хрена не знает Угу Ааа Все собрались здесь Что же случилось? Что вы делаете? О, Затаракун! Смотри, черепашка! Ааа, точно Довольно большая черепаха Наверное, такого размера, что мои руки как раз бы могли описать вокруг неё круг Мы пришли сюда помочь Риха и случайно нашли её Вот оно как Обычно никто не обращает внимания на черепах, но дополняя этот пейзаж, она смотрится как-то по-другому Может быть, эта черепашка потерялась? Может быть, она будет откладывать яйца? Да, я тоже подумал о кладке яиц Что такое, Канами-чан? Эм, я думаю, они откладывают яйца ночью Да, точно, я слышал это по телевизору Да, тогда выходит, как говорит Рихана, что черепашка потерялась Бедная черепашка Бедная, и правда Бедная Ааа, Е, присоединяюсь! Я понял, понял я Да, куда уж мне теперь не понять Впрочем, я, собственно, и сам так подумал Я отнесу её в море Большое спасибо Извини нас, что мы просим всё это Да нет, что ты Хотя подождите, лучше всего будет уточнить у Нагисы-сан Всё ли будет нормально с черепашкой? Вы не будете ради неё спорить? Да нет, вряд ли так будет И всё же лучше будет уточнить Может быть, этот вид черепах кладёт яйца в дневное время Или же к ним вообще нельзя прикасаться голыми руками Это мы сейчас удивлены увидеть так черепаху Однако всё может быть совсем по-другому Я пойду позову менеджера-сан сюда Если ты не против, то пожалуйста Хорошо Подождите, пожалуйста, немного Так А пока мы ждём Нагису-сан, лучше посмотреть, чем сейчас здесь можно помочь У вас есть какое-либо ведёрко или что-нибудь подобное, во что набирает воду? А пакет под мусор, он мне подойдёт? Не то чтобы он не подойдёт Но будет нехорошо, если он не вовремя порвётся Может быть, воспользоваться пластиковой бутылкой? Мы совсем недавно выбрасывали несколько А, вот это должно подойти Мы зачерпнём оттуда океанской воды и польём на черепаху Давайте! Канами-чан, пойдёмте наберём из океана воды А, да Насколько я знаю, именно так отправляют назад в море выброшенных дельфинов и китов Надеюсь, этот способ подойдёт для черепахи Риха-сан, что ты делаешь? Не хочется её потрогать Но страшно Давай поэтому пока не будем подходить к ней близко Я думаю, что сейчас черепашке страшно Для меня же она красивая То есть всё прямо наоборот? Конечно Поэтому я и называю её так уважительно Как думаешь, мы сможем с ней подружиться? А, вот оно как Я теперь наконец понял Однако черепашка должна быть расстроилась Когда услышала, что к ней нельзя приближаться Да, может быть Как я хочу её погладить? Как думаешь, не должно быть ничего плохого, если потрогать её только кончиками пальцев? Довольно забавно наблюдать, как она борется сама с собой в желании потрогать черепаху Менеджер-сан, сюда, пожалуйста Ах, черепашка Похоже, Наги-сасан тоже удивлена Мы набрали воду Спасибо Подождите немного Наги-сасан, как нам лучше поступить с черепахой? Она определённо здесь не за тем, чтобы откладывать яйца Такие делают, это ночью Тогда мы можем отправить её обратно в море? Думаю, да Пожалуйста, сделайте Хорошо Санго-чан, вылейте на неё воды Я поняла Так, расти большой-большой Обмачивание завершено Тогда давайте я отнесу её в океан Черепаха настолько большая, что её придётся тащить Ой О, тяжёлая Может, лучше тебе помочь? А, нет-нет, нормально В конце концов, я ведь парень и должен справиться с этим Ну всё, она уплыла Бай-бай, приплывай ещё Наверное, лучше, если она больше не будет приплывать сюда А, точно Тогда не дай снова себя поймать плохим людям Плохим людям? Это про меня, что ли? Нет-нет Это просто такое выражение А А я так хотела её потрогать Она была довольно грубой на ощупь Это страшно А теперь я хочу, чтобы вы все постарались и очистили от мусора это место Морские черепахи именно сюда приходят откладывать яйца Ночью их можно здесь наблюдать Хотел бы я посмотреть на это хоть раз своими глазами Если тебе удастся повстречать хоть одну, прошу, защити её Они рискуют жизнями, выходя на берег У них льются слёзы, когда они откладывают яйца Это больно? Это просто такой физиологический феномен Но это не слёзы Хотя для человека они выглядят именно так Ого Однако мы можем помешать ей прикладке Ведь считается, что человек и черепаха по природе враги Я ни разу не слышал, чтобы каких-то черепах, кроме супона, потребляли в пищу Черепах также ловят из-за панцирей Этим вы называете только намеренные причины Есть такие случаи, когда человек причинает черепахам вред Сам того не намереваясь Бывает, что наш мусор смывает в море И черепахи гибнут, случайно съедая его Бедные черепашки Речь идёт о мусоре, который смывается с пляжей Или выбрасывается с кораблей Или же приносится реками Говоря об этом Пожалуйста, проверяйте мусор за собой каждый день, хорошо? Конечно Никакого мусора нельзя Конечно, мы будем за собой следить Да Так, а теперь возвращайтесь к работе Здесь большое место, поэтому постарайтесь Я постараюсь ради черепашек Постараемся! Конечно Забавно, как весь этот разговор пришёлся к месту К этой работе уборки Конечно, это был ценный опыт Постараюсь его не забыть и следить за собой за дня в день Так, ещё не вечер, но у меня снова нет никакой работы Почему-то отсутствие этой работы вызывало у меня чувство потерянности и грусти Что же делать? Что же делать? Шиори-сан и Санга-чан? Что они там делают? Интересно А, вот тебе ещё Бабочка, садись мне на руку Эм, вы работаете так? Да Мы поливаем цветы Вот оно что Сегодня не осталось чего-то ещё поделать Поэтому в такие дни мы ходим поливать растения И одновременно мы проверяем Не появилась ли где паутина Так как давно не было дождя Мы даём растениям хорошенько утолить жажду Да, это действительно я не учёл Почему-то я думал, что здесь растения растут И цветут сами по себе Без чьей-либо внешней помощи Это было бы довольно логично С той позиции, что этот остров считался курортом И так как я всё равно в купальнике Я решила принять этот дождь вместе с цветочками Однако, эта униформа только напоминает купальник, но... Хочешь ко мне присоединиться? Спасибо, не нужно Будет жалко, если бабочка улетит Ха-ха, так не пойдёт Неужели ты будешь сдерживать себя до выходных дней? С тех пор, как я приехал сюда Мне удавалось понаблюдать уже много удивительных вещей Все здесь не только серьёзно и усердно делают свою работу Но ещё и хорошо относятся друг к другу и наслаждаются жизнью Только... Впрочем, такой пейзаж не может быть уникальным для этой страны Просто я, кажется, особо больше нигде не бывал Скоро я привыкну ко всему этому окружению И перестану замечать его особенность Здесь нет телевидения, магазинов Новые люди приходят очень редко Интересно, пройдёт ли однажды во мне это ощущение уникальности этого места? Сатаракун, хочешь тоже заняться поливкой? А, я думаю, что протру сталые стулья Вижу, что на них уже скопилась разная пыль Отлично! Мы на тебя рассчитываем! Ладно, будь поосторожней с паутиной Пока... Шори-сан помахала бабочке своей маленькой рукой Я помогу Давай приберёмся здесь вместе А, хорошо Эх... Не стоит мне о всём так переживать Ведь главным образом я здесь для работы Да, в самом деле Нужно стараться здесь быть усердным и прилежным Так, колонки, аппетит к еде По всем трём приёмам пищи, колонка физического состояния Всё отлично Описание своей сегодняшней работы я добавил Теперь пустых колонок нет Неужели этот отчёт причина здешней высокой оплаты? Сложно поверить, что в этом отчёте есть нечто особенное Выглядит он вполне обычно Как же разобраться, в чём же здесь секрет? Ах, каким бы ни был тут секрет, ради таких денег Нужно только серьёзно относиться к работе И не забивать голову лишним Поработаю как следует здесь И мне на долгое время хватит на безбедную жизнь К тому же, хотелось бы, чтобы первый опыт работы козаки был успешным Конечно же, и мне ей нужно в этом будет помочь Ах... Какое странное чувство До этого момента я всегда понимал заработок денег Как обязательную часть моей жизни И старался изо всех сил не обращать внимания Как я себя чувствовал при этом Весь мой подход гласил, что мне нельзя не работать Подход был настолько строг и прост Я старался меньше общаться с людьми Меньше проводить время в безделье Я был совершенно необщительным Однако, приехав сюда И пробов уже второй, третий день Я не могу поверить в то, как изменился Уверен, что всё это окружение сыграло здесь основную роль Нет Кажется, что изменение всё же началось ещё до того, как я оказался здесь Понемногу всё начало меняться, как только я познакомился с козаке Сначала я стал больше общаться Конечно, поначалу я общался только с ней Это первая встреча с ней Потом эта игра в её парня Это так не похоже на правду Забавно Что такое? Ааа! Как же я не заметил, что она вернулась! Ты уже приняла душ? Да, уже Очень приятно стоять под ним после рабочего дня Да, наверное Так вот, что ты говорил забавно? Ааа, что я больше стал разговаривать, чем раньше, когда я не любил завязывать отношения с другими людьми Я не знаю, как было раньше Но со мной ты всегда разговаривал так? Да, именно Можно ли назвать это странностью или загадкой? Сэмпай, а не были эти разговоры частью той ответственности, которую ты взял на себя по результатам нашей первой встречи? Ответственности? Ааа, нет Козаки для меня особенно Особенно? С другими людьми я обычно был короток и холоден, и они относились ко мне соответственно Но с тобой, Козаки, всё выходило по-другому Ты продолжала разговаривать со мной, как со всеми другими И я изменился Я вдруг стал отвечать тебе в том же ритме, что ты отвечала мне И при этом я не испытывал никакого неудобства И теперь, когда я задумался обо всём этом, я ощутил, как же забавно это получилось Особенное, значит А как ты? Не знаю, спрашивал ли я об этом М? Я? Ты говорила, что у тебя нет друзей Но при всём этом ты говоришь со мной естественно и обычно Доставляли ли тебе какие-то неудобства разговора? Нет Совсем нет Скорее, я сама доставляла больше неудобств Мне казалось, что из-за того, что я отвечала людям иногда жёстко Со мной быстро переставали общаться Но я пыталась не унывать Несмотря на то, что заводить друзей у меня так и не получалось Однако вскоре Я совсем потеряла надежду Её голос внезапно потерял в цвете Так же подавленно она звучала, когда мы только приехали сюда Ничего, я справлюсь Да, кстати, сэмпай, тебе пора в душ А, да, точно Я закроюсь, поэтому ты можешь первой ложиться спать Хорошо Кажется, вслед за этим, как я привык к этому окружению Я всё глубже испытывал тёплые чувства к Козаке Странно, что от её слов я будто стал сопереживать ей И приобрёл от этого серьёзный настрой Пожалуй, мне нужно повнимательнее относиться к себе И не спешить с выводами Приму-ка я лучше душ, успокоюсь Итак, дорогие друзья Вот, собственно, и начинается опять новый день Очень просим прощения, что часть вышла такой короткой Но у Мехош очень большие проблемы с интернетом И это просто невыносимо Это, блин, невыносимо Потому что часть получится раза в три меньше, чем была запись И это ужас Но ничего, вскоре мы продолжим всё это прохождение Так что не переключайтесь С вами был Сноулин, же Снежик, он же Крюга ТВ И принцесса-коральца Мехош Мехошия Первая Хай Вот, и всем пока-пока Пока Удачи Субтитры сделал DimaTorzok